В этот день, 16 января 1547 года, Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, был венчан на царство. Это был первый царь на русском престоле. 16 января 1712 года государь Петр I повелел учредить военную инженерную школу. В этот день, 1963 года, в СССР было публично объявлено о наличии в стране 100 мегатонной водородной бомбы. Это была самая мощная бомба в истории человечества. В этот день, 1973 года, по спутнику Земли начал движение советский космический аппарат «Луноход-2». В этот день, 16 января, родились Анатолий Букреев, известный альпинист. В мае 1996 года, вне Настя, во время массовой гибели туристов на Евреесте, спас несколько человек. Владимир Спасович, известный российский юрист. Современники называли его королем русских адвокатов. Будущий король русской адвокатуры, с отличием, окончил Минскую гимназию, а потом юридический факультет Петербургского университета. Широко известным в узких кругах, Спасович стал довольно быстро. Его магистрская диссертация о правах нейтрального флага и нейтрального груза легла во стол у нескольких актов Парижского конгресса. Того самого, на котором европейские страны решали, как жить после Крымской войны. Перспективного юриста взял под крыло один из преподавателей университета, Константин Кавелин. Это был один из выдающихся мыслителей, друг Некрасова и Тургенева, и просто профессор, лекции которого предваряли обладесменты студентов. Кавелин предложил Владимиру Даниловичу вести курс гражданского права. Сам Спасович потом очень тепло отзывался о Кавелине. Для меня Константин Дмитриевич был всегда любимый и глубоко уважаемый учитель. На педагогическом поприще Спасович был очень успешен, но всероссийскую известность он получил иначе. В 1861 году в стране вспыхнули студенческие волнения. Учащаяся молодежь была недовольна изданными правительством правилами, которые изобретили студенческие сходки, депутации, любые жалобы и ввели меры, дабы ограничить наплыв университеты бедняков. В свою очередь 300 петербургских студентов были арестованы, а Спасович и Кавелин в знак протеста ушли из университета. Нет профессии, которая была бы мне больше по душе, как профессорская на пользу студентам. Не будь ко мне не милостива судьба, я бы и до ныне профессорствовал по призванию. Долго без дела Спасович, тем не менее, не сидел. Он попробовал силы в журналистике и публицистике и издал учебник по юриспруденции. В конце концов, решил связать жизнь с адвокатурой. Владимир Данилович обладал уникальным ораторским ударом. Он имел каждый свой сложный аргумент обрисовать простыми словами и образами. Говорит другой известный юрист Анатолий Кони, с которым Спасович не раз встречался в суде по разные стороны. Один как защитник, другой как обвинитель. Как часто приходилось представлять себе кого-либо, пришедшего в первый раз послушать в суде знаменитого Спасовича, изначало удивленно вопрошающего себя, «Как, неужели это Спасович? Не может быть!» Говорящего себе затем, через несколько минут, «А ведь, пожалуй, это и он!» И восклицающего, наконец, с восторгом, «Да, это он! Он и никто другой!» Спасович ни раз, ни два выступал защитником на политических процессах. Довелось ему быть адвокатом и нечаевцев, радикального кружка революционеров, но даже и агент третьего отделения, составлявший деловую записку о процессе, отметил, «Без преувеличения можно сказать, что в одном Спасовиче больше ума и научных сведений, чем во всем составе суда и прокуратуры». Власть утвердилась в мнении о неблагонадежности этого юриста, но сам он свою политическую позицию характеризовал так, за всякий прогресс, но легальный, за всякую эволюцию, но не революцию, за установление порядка по соглашению всех партий на арене парламента без кровопролития и убийств. А на том же самом деле нечаевцев Спасович вынужден был сказать об одном своем подзащитном. «Здесь я теряю почти всякую возможность защищать его. Я вполне осознаю, что он нехорошо поступил, весьма нехорошо». Владимир Спасович был одним из виднейших людей своей эпохи, «Каждый его процесс был событием, каждое выступление становилось достоянием общественности». А речи короля адвокатов, которых он отстаивал честь, справедливость, человеческое достоинство, до сих пор служат настоящим учебником для российских адвокатов.